Из чего состоит напиток, который забирает жизни? Великий и могучий русский язык. Герои нашего времени. Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Елизавета Газизянова. В Российской Федерации за употребление слабоалкогольного напитка «Мистер Сидор» скончалось уже более 20 человек. Что за напиток, который повлек за собой смерть людей, расскажет моя коллега Аделина Абдрахманова. Слабоалкогольные напитки, которые так любимы многими, стали отравлять не только печень, но и забирать жизни людей. В регионах России началось массовое отравление фруктовым напитком «Мистер Сидор». Накануне число летальных исходов достигло цифру в 20 человек, но пострадавших оказалось намного больше. Пока идет разбирательство со слабоалкогольным напитком, врачи продолжают бороться за жизнь пострадавших. Как оказалось, в «Мистер Сидор» вместо этилового спирта был найден метиловый, который по своему составу схож с этиловым. Отличительной чертой метилового спирта является то, что при попадании в организм человека образуют крайне ядовитые кислоты, которые и приводят к летальным исходам. Иногда алкоголь фальсифицирует добавлением вместо этилового спирта в напитки других спиртов, в частности метиловый, который, конечно же, является ядом, безусловно, достаточно сильным. Это о чем говорят? О том, что этот Сидор как минимум был ненастоящий. Это был напиток, имитирующий Сидор, который сделали не путем брожения яблочного сока, а путем смешивания чего-то сокосодержащего с чем-то спиртосодержащим. Это что-то спиртосодержащее содержало не тот спирт, который нам нужен. Метиловый спирт является побочным продуктом брожения и для нашего организма является сильнейшим ядом, который, к сожалению, невозможно распознать органолептически. На вкус отличить наличие метилового спирта невозможно. Противодействием метилового спирта является этиловый спирт. Однако это можно делать только в медицинских центрах. Когда мы видим, что с человеком стало плохо, он чувствует симптомы отравления метиловым спиртом, уже кроме скорой помощи мы помочь серьезно не можем. Промывание желудка вряд ли поможет, потому что метиловый спирт уже в достаточном количестве питался и циркулирует в кровотоке. И тут помогут только врачи скорой помощи, скорее всего. В социальных сетях тема отравления слабоалкогольным напитком вызвала резонанс. Пользователи требуют убрать с продаж напиток, который повлек за собой такое количество смертей. Но можно ли заблаговременно узнать качество алкоголя? Например, как с этой задачей справляются бары? Это непросто, но в принципе возможно. Есть такое понятие, как егоиз или честный знак, который отсматривает, отслеживает качество напитков, которые приходят нам на рынок. И через арцизы, которые в скором времени появятся и на фасовочном пиве, можно будет отсматривать качество. Ну и естественно, конечно же, по составу. То есть, когда вы видите чистый состав, который можно сравнить с ГОСТом, то значит пиво в принципе неплохого качества. Но это опять же иногда сложно. Как оказалось, популярность фруктовому напитку принесла сладкая цена. 150 рублей. Вот цена, которую люди платили за свою жизнь. Стоит отметить, что такая низкая цена на алкогольные напитки уже должна была смутить покупателя. Цена на тот или иной продукт не всегда складывается лишь из-за качества сырья. Потому что производитель может сэкономить на логистике, может сэкономить на дизайне этикетки, предположим. И, как правило, зачастую бывает так, что на большой объем есть малая цена. Это вполне нормально за счет объемов производства. Поэтому, в принципе, за малую цену можно купить все, что угодно. Главное – отсматривать его качество и то, как оно и где производится. Сейчас дело о смертельном фруктовом напитке продолжает расследоваться. Лишь в Ульяновской области было изъято около 250 литров мистера Сидора. Как будет продолжаться расследование и кто понесет ответственность за смерть людей, покажет время. 6 июня в мире отмечается Международный день русского языка. В честь этого в столице Татарстана традиционно состоялся праздничный концерт и возложение цветов к памятнику великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Смотрите подробности далее. Один из самых распространенных языков в мире – великий и могучий русский язык. Тот самый, на котором говорили мировые классики. Тот самый, который объединяет представителей разных культур. Международный день, посвященный русскому языку, был учрежден Организацией Объединенных Наций в 2010 году. Отмечать его принято в день рождения Александра Пушкина. Традиционно 6 июня в столице Татарстана проходит торжественное возложение цветов к памятнику поэта у Театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. Это знаменательный день. И не случайно, что день рождения Александра Сергеевича Пушкина отмечается как Международный день русского языка. Потому что Александр Сергеевич Пушкин создал современный литературный русский язык. День русского языка – праздник, посвященный популяризации русского языка и его культурного наследия. Немаловажно и его развитие, как иностранного. Все больше людей изучает русский язык, чтобы учиться или работать в России. В Казанском федеральном университете, например, учатся более 11 тысяч иностранных студентов. Александр Сергеевич Пушкин является основателем современного литературного русского языка. А его произведения, богатое художественными средствами, глубокой духовностью, верой в будущее человечества, в его силы, в будущее России, показывает силу, богатство русского языка. На сегодняшний день на русском языке говорят более 200 миллионов жителей нашей планеты. Он не только является государственным языком Российской Федерации, но и носит официальный статус в Республике Беларусь, Казахстане и Киргизии. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюс. В рамках всероссийской акции «Знание героев» в Казанском федеральном университете состоялось обсуждение актуальных вопросов в области истории. Поисковые движения, фальсификация истории, волонтерство, патриотизм. Подробности о встрече смотрите далее. Патриотическое воспитание в любом уголке нашей необъятной Родины всегда было одним из ведущих направлений. Ответственное отношение ко всему, что нас окружает, сохранение культуры своей страны и защита ее интересов. В рамках всероссийского проекта российского общества знания «Герои» в Казанском федеральном университете накануне состоялась лекция о современном героизме. Обсудили вопросы фальсификации исторических фактов и возможности реализовать себя в добровольческих движениях. Мало кто знает, что современное поисковое движение России, которое является одним из крупнейших сейчас общественных объединений в стране, оно зародилось именно у нас здесь, истоки берут здесь, в Казанском университете. Именно здесь у нас в 68-м году образовался первый отряд поисковый. Буду рассказывать о становлении снежного десанта, о том, как он переживал свои взлеты и падения, что сейчас из себя представляет снежный десант, и расскажу также о своем десантском опыте. То есть, как я ездил в экспедиции, чем я там занимался и прочее. Стать героем может каждый. Для этого достаточно совершать, возможно, маленький, но все же важный вклад в общее дело. Ряды добровольцев в России пополняются ежедневно. Деятельность их может быть самой разной. Мы занимаемся добровольской деятельностью, занимаемся особо важными вопросами, начиная с пандемии, когда мы занимались доставкой докторов, медикаментов, лекарств для людей, которые находились во время пандемии на изоляции. На данный момент мы занимаемся именно гуманитарной миссией. Любовь к тому, что делаешь. Пожалуй, этот фактор является основополагающим. Важно само стремление помочь. Ведь герои – не только те, кто смотрит на нас со страниц учебников истории. Герои – те, кто стремятся сделать этот мир лучше каждый день. Маргарита Михайлова, Универньюз. Студенты Казанского федерального университета создают умную колонку «Алию», говорящую на татарском языке. Изначально проект был заданием в рамках курса, посвященного интернет-маркетингу, но вызвал интерес у аудитории. Подробности о разработке в сюжете нашего корреспондента. Умная колонка «Алия» изначально планировалась как учебный проект, однако ее потенциал оценили по достоинству уже на первых порах разработки. «Алия» будет первой умной колонкой, которая ориентирована на татароязычных жителей. Ее функционал ничем не уступает уже хорошо знакомым Алисе и Марусе. В ее арсенале будет множество песен татарских исполнителей. Она сможет поддержать любой разговор, рассказать о погоде, подсказать рецепты чпочмага, а также продемонстрировать знания народных сказок. Студенты Высшей школы журналистики и медиакоммуникации разработали уникальный стартап-проект. Однако пока для реализации не хватает ресурсов, финансовой поддержки и грамотных специалистов. В планах это найти инвесторов, либо спонсоров, которые помогут не просто деньгами, нам это мало чем поможет. Нам нужны и также еще мозги. Нам нужны люди, которые еще более квалифицированы во всех этих аспектах, которые помогли бы продвинуть, создать, продать. Помочь ребятам в реализации вызвался Институт прикладной семиотики Академии наук Республики Татарстан. На сегодняшний день специалисты занимаются разработкой технической части, а именно программным обеспечением. А ребята – медийной составляющей и распространением в массы. Вот смотрите, есть медийность, есть программное обеспечение, но куда-то эту колонку надо засунуть. Какое-то техническое воплощение, и в этом сейчас мы нуждаемся. Над воплощением Алии в реальность трудится небольшая команда студентов второго курса Высшей школы журналистики и медиакоммуникации. Каждый занимается важным делом и несет ответственность за свой участок проекта. Проект – менеджер, интернет-маркетолог, режиссер и дизайнер. Все вместе и каждый по отдельности вносит свою лепту в создание Алии. Когда мы делали медиаплан для Алии, мы хотели использовать такие площадки, как Яндекс.Директ, то есть контекстная реклама, таргетинг в ВК, потом это реклама в СМИ и реклама в поисковой системе. Я уже отвечала за сам контент, то есть это клипы ВКонтакте, посты ВКонтакте, телеграммы. То есть у меня был текст, ребята уже там, Салават, Артем, они делали картинку в дизайне. Вот, также это все вместе обсуждалось, какие-то идеи не только мне приходили, то есть ребята тоже что-то предлагали. И это сам только весь творческий процесс, в котором очень приятно было находиться. Студенческий проект – это всегда что-то креативное, идущее в ногу со временем. По словам самих ребят Алии, татарской колонки аналогов еще нет. Возможно, именно она станет для кого-то новым другом, помощником и учителем татарского языка. Карина Саяхова, Фаридзе Хитуглы, Универньюс. На этом все. В студии была Елизавета Газизянова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok